Юбилейный год Екатеринбургского храма святителя Иннокентия Московского. Еще в 2001 году исторический особняк в центре города был передан епархии. И в стенах старинного здания была открыта приходская церковь, которая объединяет около 200 прихожан. Как сделать храм вторым домом, узнавала Надежда Калинина. Вот такой вот инфоборд расположен в центре Екатеринбурга. С одной стороны, картина привычная, но надпись, сделанная в стиле мелового леттеринга, зовет не в кафе или в магазин, а в храм. Быть ближе и понятнее людям – вот одна из целей Иннокентиевского прихода. Даже случайно зашедшим сюда, стараются подарить внимание и участие в их нуждах и проблемах. Тут увидели, что рядом храм, прямо с нашим домом. Ну и мы зашли, и там отец Александр Егонин тогда служил. Сидит такой батюшка, веселый. О-о-о, как будто нас сто лет знал. Заходите, гости дорогие. Ну и все, мы как зашли, так и не вышли. Вот так с тех пор и не вышли. Храм этот вполне можно назвать домовым. Во-первых, потому что расположена церковь на втором этаже особняка 19 века. А во-вторых, здесь уже много лет практически не изменен состав общины. Новые люди, конечно, приходят, а те, кто прикипел душой к этой церкви, становятся частью большой и дружной семьи. Стабильны в храме и состав хора. Слава Богу, что мы нашлись все, потому что поем мы уже таким составом довольно долго. Все замечательно. Для меня это в радость, как говорится, в отдушину. Для меня это уже привычно, и для меня это не трудно. Секрет такого постоянства в любви к храму в том, что каждый член общины знает, что здесь он не одинок. Если у кого-то есть проблема, то прямо на приходе найдутся специалисты в своей области, которые не просто проконсультируют, а деятельным участием помогут справиться с бедой. Было всегда по-разному. Было и тяжело, было и не очень тяжело. Но мне кажется, из-за того, что наш приход достаточно домашний, люди очень близки друг к другу, как говорят, горизонтальных связей достаточно много у каждого из них, именно в нашем приходе, то все это позволяет переносить все эти невзгоды достаточно легко. Люди друг другу помогают, мы друг за друга держимся. Каждый словом, делом, помышлением поддерживают друг друга. И даже внутреннее убранство храма, лишенное особой пышности и торжественности, располагает к молитве. А домашняя обстановка и уют говорят о том, что храм этот существует благодаря обычным людям и для обычных людей. Продолжение следует...